Видеозапись пошла. Миша, здорово! Всем привет! Вы на моем канале, но уже скоро придется Миша свой канал открывать, потому что беседы с ним всегда интересные, вопросы все время обновляются. Вы задаете вопросы там мне. И вот сейчас мы с Мишей решили очень поверхностно пробежаться по теме гормонов. Причем все вы можете прочитать в интернете. Мы постараемся сейчас, я постараюсь Мишу раскрыть немножко вот с точки зрения житейской по поводу гормонов, потому что есть очень такое предвзятое отношение со стороны мужского населения к гормонам. Ну потому что кто ходит в фитнес-клубы, видит здоровых молодых или немолодых людей, здоровых. И постоянно в раздевалке говорят, вот он там на гормонах, вот он на химии. Это как-то осуждается. В то же время я сейчас Мишу начал настраивать на беседу. Он говорит, ну вообще странно, потому что женская половина-то она вся на гормонах еще с момента подготовки где-то рождения. Сейчас мы вот коснемся этого вопроса. Поэтому я хочу, чтобы Миша немножко раскрыл эту тему, чтобы у вас не было каких-то вот этих предубеждений, не было хаоса в голове, а уже все какие-то детали, тонкости, а их в интернете полно. Но, конечно, мы предупреждаем и я предупреждаю, Миша, конечно, скажет, что какое-либо самолечение это недопустимо. Ну, это ваше дело, в принципе, да? Здесь речь идет о любви к себе, прежде всего, и желании жить долго и счастливо. Да. Вот по поводу, давай к женщинам вернемся. Вот ты вот эти ступеньки... Они еще не подошли. Еще не подошли, вот сейчас должны постучаться. Давай вот напомню, значит, женщины у нас, получается, сначала, мы приблизительно так выяснили, с начала 20 века к ним особое внимание, потому что женщины это наш генофонд, это наши матери, сестры, да, это рождающий нам нацию, да, укрепляющий нашу нацию. Вот как там, Миша, они, значит, у нас сидят на гормонотерапию, получается, всю жизнь? Да, ну, на самом деле, когда появились лекарства в плане химического элемента, где таблеток, какие-то жидкости, суспензии, взвеси, когда ушли на задний план траволечения, что-то такое более-менее народное, я думаю, что правильное, вот, вошла вперед фармация, тогда начали и следить за, если к женщинам вперед обращаться, то за женским здоровьем. И я думаю, что в современной медицине такой перекос существует в плане культуры подхода к профилактике мужского здоровья и женского. Женщина, она предопределена своей функцией, в принципе, главное, это деторождение. И когда у нас половое созревание проходит, настраивается гормональный фон, когда девушка беременеет, встает на учет и напрямую смотрит гормональный фон, который изменяется. Роды, гормональный фон меняется, кормление грудью, гормональный фон меняется. Потом между родами и климактерическим периодом происходит ряд заболеваний, которые практически у половины женщин, к сожалению, это и есть. Это миомы матки, эндометриоз и так далее, которые связаны, опять же, с изменением гормонального фона. Плюс нежелательная беременность, это прием гормональный контрацептивов. Дальше климатрический период и опять гормоны. И это нормально, всю жизнь это нормально. Я имею в виду нормально поддерживать здоровый уровень гормонов. У мужчины поддерживать здоровый уровень гормонов считается несколько зазорным. Дурным тоном. Когда мы видим развитую мускулатуру, развитую правильное телосложение, правильное мужское поведение, правильный тембр голоса, здоровый уровень агрессии, потому что мужчины это хищник по природе, а не те нюни, которые сейчас ходят по улицам. И это считается зазорным, что у него классный гормональный фон. И это как минимум глупо. И относиться к этому как минимум... Классный гормональный фон, который окружающий считает искусственно сделанный. Конечно, он искусственно сделан. Потому что жизнь такая. Потому что мы кушаем неправильно. Все ГМО... Конечно, прорвало тебя. Давай, пошел, пошел. Ходим там, пьем отвратительную воду. Как это не поддерживать? И это так же культурно. Как высыпаться, как сон, бодрствование, как правильная еда, как нормальный психоэмоциональный фон, так и это нормальная поддержка гормонального фона. То есть, когда человек пьет водку с пивом, смешивает, это нормально. А вот если он пиво пьет отдельно, без водки, это деньги на ветер. То есть, это вся еда, ну, надо сказать, в таком переносном смысле, вся еда рождает у нас гормональный фон. Улучшает или ухудшает. Воздействует. Вот мы говорим про какую-то искусственность. Вот мы, допустим, вкусно кушаем, нам нравится еда, у нас вырабатывается серотонин, гормон радости в том числе. То есть, мы, получается, искусственно у себя стимулируем гормон. То есть, мы, получается, искусственно повышаем гормон. И это нормально. И это нормально. То есть, если тебя тянет к шоколаду, и ты хочешь получить вот эту эйфорию, это нормально, это никем не осуждает. Ну, кроме, осуждается, ну, как вот эти жирные бока, жирная жопа, это осуждается окружающими, да? Ну, эта жирная жопа говорит, мне очень комфортно в моем теле. Ну, она пока не заболела, эта жирная жопа. Когда они суставы нет, когда вены. Когда же болеют уже, они же не хотят признаваться. Ну, ты же помнишь это выражение твое любимое, этого Гиппократа, да? Что не хотят отказываться от этого. Потому что вкус шоколада, и вот это ощущение эйфории. Ну, это же как наркотик. Это то же самое, как наркоману говорить, прекращая вот этот героин свой нюхать там, да? Потому что он говорит, да. Ну, когда, в этом и смысл, когда наркоман чувствует себя хорошо, он готов бросить. А когда чувствует себя плохо, он зависимый, он не может. Так же и здесь. Только чуть-чуть наоборот. Человек, пока он здоров, он не хочет заниматься своим здоровьем. А когда он больной, уже поздно им заниматься. И поэтому спортсмены относятся к тому разряду, такой прослойке людей, которые ввиду спорта вынуждены следить за своими здоровьем. Это же классно. Он вынужден, потому что он знает, что если он не будет, он будет инвалидом. Потому что, блин, такие веса. Потому что надо питаться правильно. Потому что он ходит за это анализы, когда это инвалид. И кому мешает эта зависимость? Вот я не могу понять. Вот кому она мешает? То есть если наркоман мешает обществу, потому что он может совершить неадекватный поступок какой-то там, достижение желаемого результата. У него денег нет, например, на наркотике. Алкоголик может сжечь гараж у соседа. Разбук машину. Спортсмен за счет того, что он принимает гормональную терапию, он тоже может что-то сжечь. Но это просто уже сдвиг по фазе. Это немножко другая история. И здесь по-другому я понял. Я понял, взгляну мысль, что та негативная связь, зависимость, она дает результат отрицательный для общества, для окружающих. Здесь гормональная зависимость спортсмена никакого негатива не несет в общество. Я немножко шире на это смотрю. Опять же со стороны, блин, этой пресловутой системы. Система настроена так, что здоровые, красивые, независимые люди обществу не нужны. Да вообще. Они не нужны. Обществу, ими нельзя управлять. Я немножко... Прямо в самое сердце, в самую душу не зашел. Я не знаю, они независимые. Мне грустно. Они сильные, они могут справиться с какими-то недугами физическими, психоэмоциональными. Потому что они, они увлечены идеей, у них есть коллектив, единомышленники и так далее. С ними сложно, как бы им сложно управлять. Они не болеют, блин. Ну а что, вот так? Поэтому обществу такие люди мало нужны. И поэтому общество осуждает это. Осуждает. Именно поэтому. Большинство осуждает меньшинство. Просто чтобы вы понимали, что есть мировая статистика, в которой сказано, что спортом занимаются всего-навсего 3% населения. Вот представьте. То есть то, что вы видите в фитнес-залах, вы видите только малую часть средств, пласт сообщества, эти 3%. Остальные там, в пивных... Потому что это выгодно системе. Потому что они легкоуправляемы. Ну сейчас политизировать не буду, потому что сейчас перейдем все-таки... А, политизировать. Это система. Это же матрица. Там же Киан Рис. Да. Тут вообще политики нет. Матриц. Смотрим матрицу. В промежутках. Возвращаясь все-таки к мужскому здоровью и к теме гормонов, значит, самое неприятное, что может... А еще пример такой, да, про... Вот я всегда привожу про диабетика. То есть когда диабетик находится на инсулине, все со страданием смотрят и понимают, что это инсулинозависимый человек, он больной. Хотя в зале у нас занимаются эти диабетики, какие-то веса поднимают такие, что там здоровый человек не поднимет, потому что он тоже находится на гормональной терапии. Вот. А если мужчина пытается восстановить свой уровень тестостерона, ввести его в референс или там сделать его чуть больше для того, чтобы чуть-чуть больше поднимать, это воздевает раздражение у окружающих. Да. Мы это уже сказали, уже, что это система. Да. Смотрим адресу. Здесь тоже я бы говорил про заболевания. Вот есть определенная статистика. 40% после 40 лет страдают заболеваниями предстательной железы. Да. А ведь напрямую данное заболевание зависит от уровня тестостерона. Напрямую. Больше или меньше? Если тестостерона меньше, заболевания чаще. При нормализации уровня тестостерона улучшается кровоток этой зоны. Нормальный уровень тестостерона это нормализация половой сферы, это дренаж, отсутствие застоя и как следствие отсутствие отека и как следствие отсутствие задержки мочи и как следствие отсутствие воспаления. То есть это такую цепочку выстроил. Поэтому это печальная статистика, которая в принципе напрямую зависит от уровня гормонального фона, именно мужского фона, который снижается, стрессы, сидячий образ жизни, который сейчас опять же система загоняет в это. Чтобы мы сидели, по компьютеру заказывали себе еду и никуда не выходили, не высовывали свой мозг. Гормональную еду. Да, гормональную еду заказывали, да, но мы чистые, да, она с ГМО, но мы чистые, мы вот грязный тот спортсмен, который накачанный, но мы со своими жопами и вот этими животами, мы жрем эти фасходы, мы при этом чистыми себя считаем. И вот если мы говорим о простате, зачастую же, ну, большинство людей, которые чувствуют уже первые признаки простаты, они же начинают в интернете искать, они пробьют десяток вариантов всевозможных вот этих биодобавок, там вот этих, для того, чтобы думать, думая, что вот на начальной стадии сейчас я быстренько это решу через интернет, да, чтобы не ходить в крышу, чтобы он мне там пальцем в жопе не ковырял, не искал там какие-то вот эти, в шланги не засовывал ничего. И я, говорит, сейчас все это решу. Ну, а проблема-то остается. Деликатная, потому что тема деликатная для мусульного человека. Это простата и геморрой, это две темы, которые деликатные. Но это же тоже наш уровень воспитания, да, у нас то, что ниже пояса, мы можем говорить о половых своих победах, да, но о геморрой мы говорить не будем, да, мы расскажем, сколько мы за ночь там использовали себя или там кого-то, а вот что у нас там дальше, в другой дырке, там же. И получается, что вот эта начальная стадия пропускается, решения нету, но он даже не идет сдавать тестостерон, он не хочет, он не думает об этой связи. Так он даже не то, что думает, он и не должен по идее думать, пусть он. Он должен к специалисту подойти, вот, чтобы он ему подробно все рассказал и назначил. Но у нас, опять же, однобокая культура женщин и мужчин. У женщин дисконсеризация, женщин, скажи там, когда она была в гинеколог последний раз, месяц назад. А мужчина не ходит, потому что, опять же, мужчина занят, вечно занят, на него нагружена большая ответственность, ответственность семье, ответственность на работе, когому он должен, блин, всем. Абсолютно он всем должен. Ему просто психически, психоэмоционально, но некогда заниматься своим здоровьем. Не потому, что он не хочет, ему просто тупо некогда. Причи работают тоже так же, как все люди, до шести вечера, а мужик работает, блин, как правило, дольше еще обычно. И когда, блин, ему к этому идти, а домой приходит он уставший, ну когда идти? Тут тоже, вот опять же, ха-ха, система настроила так, что просто за здоровьем мужчины никто не следит. Потому что мужчина следит за здоровьем семьи, в том числе жены и так далее, но не за своим здоровьем. Поэтому надо как-то вот это в себе переламывать, вот это вот, дискомфорт, не стыд, даже какое-то неудобство, специалист, он как бы с утра до вечера это все лечит и проблем нет. И чем раньше обратиться, тем лучше. Поэтому здесь как бы не обязательно операции, не обязательно какие-то инвизивные методики, инвизивные методы осмотра. Это просто банальный УЗИ, библин. Давай мы от частного перейдем к общему, к заключению. От меня уже как бы отходим, от моей болезни. Да, от твоих болезней. А, ты о себе все рассказывал. Мы все рассказываем всегда о себе. Вот несколько слов, просто общую такую картину нарисуй с точки зрения медика. Вот, ну, ты сказал хорошо, да, что я тоже это всегда подчеркиваю, что гормон от слова гармония. Да, это вообще, это что, зря что ли? Да. Это вообще древний. Да, просто мы говорим на самом деле, а не вкладываем в слово значение. И очень важно чаще обращаться именно к значению слова. Я немного объясняю. И когда мы противоречим этому значению, значит, мы не правы. а не вот это неправда. Потому что это было сложно гораздо раньше, чем мы стали умнее в этой жизни. И вот пробегись по гормонам. Ну, что это? Вот это спусковой крючок, это вещество, которое там, ну, давай вот медицинскими такими легкими терминами накидай там. Ну, гормон хармао значит возбуждать. Вот. Это такая эссенция химическая малого количества, которое стимулирует разные процессы в организме. Понимает все процессы, надо сказать, все процессы, что поделаешься, на тюкле и так далее. не засыпать, дай это. У нас основные железы внутренней секреции. Это щитовидная железа, гормоны щитовидной железы. Сверху ты начал. Да. Я сверху люблю больше. Вот. И дальше у нас гормоны щитовидной железы, инсулин у нас в поджелудочной, глюкогон у нас в антагонизм в печени. И дальше спускаемся. Одна минуточка. Даже пришли. Женщины услышали. Мы ждали. Сейчас будем выбирать. Вот. Завелся. Дальше. Надпочник, адреналин, адреналин. Вот. И мужские, женские, половые гормоны. Вот. поэтому любой гормон у него есть антагомист. У любого. Адреналин, новородолин, эсэстерон, эстрогены, глюкогон, инсулин. То есть у каждого гормона есть его противовес. Антаболический, катаболический. Поэтому мы и говорим гормон, гормон, гармония. То есть они все должны находиться. Да. И вот это вот иньян, это все находится в гармонии. И когда оно что-то проседает, получается определенная клиника. Оно как бы поведенческие реакции, строение тела и так далее. Надо сказать для людей, которые не очень посвященные, они думают, что ой, что-то я проснулась, у меня голова болит, такая депрессия, наверное, на погоду. А мы-то с тобой знаем, что все это на погоду, да, конечно, погода влияет, но она влияет потому, что у вас просел какой-то гормон. В том числе гормон, да. В первом случае. Это может быть и просто у нас медицина, она на таком аналитическом состоянии. То есть, у нас нет тонких аппаратов, которые реагируют на минимальные изменения в гормонавиосферы в крови. у нас нет аппаратов, которые ставят допустим аллергены. Ну, полный спектр руманограммон. Нажившие гормоны надо приходит создавать там динамик несколько раз, чтобы уже четко определить его состояние. У нас меняется. И опять же стоимость исследований на гормоны. Дыбли. Это пошел мне полный спектр здрасте. Сколько там? 20 тысяч рублей? 20 я сдаю по 20 где-то около 20 тысяч. И что и обычный человек, который здесь мы понятно заинтересованность. Спорт, это все заинтересованность в личной жизни, заинтересованность в своем здоровье. А обычный человек, работяга, он не пойдет это делать. Нет такой программы, опять же, я про систему. Поэтому что-то хорошее скажешь, потому что стучали в двери. как ты зафинишируешь этот разговор? Соломон сказал, и это тоже пройдет. Как бы нам не было плохо или хорошо, это проходит. Давайте сделаем так, чтобы нам было бесконечно хорошо. А для этого нужно любить себя. Ну вот сейчас добавим еще. То есть мы с тобой еще говорили вдвоем, что как гормоны влияют на нас изнутри, так и мы влияем на гормоны. Вот это мистика, да, вот есть такая, да, вот ты сейчас сказал, что думаем о хорошем, да, и значит наша гормональная система тоже выстраивается. Совершенно верно. Вот это очень важно понимать, да, потому что все великие, все духовные говорили, что мудрость заключается в том, чтобы ваше состояние духа было всегда веселое. то есть если вы допускаете все депрессию, конечно, она может идти и от нарушения гормонов, но если вы еще допускаете ее извне и не можете контролировать, то, конечно, вы нарушаете свой гормональный баланс. Атмосфера все, атмосфера среда. Окружайте себя хорошими людьми, которые занимаются спортом, здоровьем, общайтесь, читайте классные книги, занимайтесь любимым делом, мечтайте, путешествуйте, общайтесь с разными людьми. Мне нравится в американских этих фильмах постоянно эту психотерапия, там круговая, алкоголик, я там это. У него там все хреново, там, думаешь, не так уж у меня все и хреново. Всегда у меня очереди люди сидят и отсеивается процентов 10. Потому что они понимают, что черт возьми, он пришел с такой проблемой, который не лечится. Так ли важен мой недуг, который может сам пройти? То есть просто надо окружение здоровое формировать и нормальное здоровое отношение к миру как вы относитесь к окружению к миру, так и мир отдает вам гармония. Отлично. Вот на этом мы и закончим нашу передачу. Всем спасибо за внимание. Кто прослушал до конца, действительно, пароль соленый огурец. Мы за это ничего не даем, но напишите, нам будет приятно, если вы досмотрели до конца. Всем пока. До свидания. Спасибо.